В истории человечества великий октябрь 17-го, великая победа в мае 45-го и великий прорыв в космос Юрия Алексеевича Гагарина, советского офицера, русского талантливого парня, открыли принципиально новую эру. Накануне октября Ленин не раз заявлял, мы победим, победит здравый смысл, победит трудовой народ, победит наша общая воля к тому, чтобы царство небесное, справедливости, дружбы и гуманизма строилось на земле, победит политика, которая позволит стране быть грамотной, перспективной, хорошо оснащенной техникой и уверенно смотрящей вперед. Красные командиры и комиссары заявляли, мы победим, победим Антанту, возродим порушенную страну, возродим советское союзное государство, исправили с этой исторической задачей. Наши рабочие, крестьяне, ученые, вчителя, врачи, инженеры, военные заявляли в 30-е годы, мы создадим мощную индустрию, мы совершим культурный прорыв вперед, мы возродим лучшую в мире науку и за 10 лет построили 9 тысяч лучших на ту пору заводов. Наши талантливые командиры и солдаты Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский заявляли, мы победим фашизм и погнали от стен Москвы и Сталинграда через все просторы России, сломав хребет фашистского зверя на Орловской курсе и Дуге и гордо водрузили знамя Ленина, знамя Октября, знамя Поведы над Рейхстагом. Наша советская родина-победительница первой отменила карточки, она сумела воссоздать всю экономику и возродить полностью страну и за считанные годы построила целую серию новых отраслей, связанных с ракетостроением. Вдумайтесь, после войны не прошло и 12 лет, как первый космический корабль вывел спутник вокруг Земли и вся планета услышала голос спутника, а это был голос великой советской державы. Всего несколько лет потребовалось для того, чтобы за два с половиной года построили Байконур, там работало почти 100 тысяч человек, и эта пуповина Земли связала Землю со Вселенной, с космосом. Это был выдающийся подвиг тоже инженеров-строителей военных, которые совершили ее в неимоверно сложных условиях. Полет Гагарина – это был триумф не только советской страны, советской власти и советской системы воспитания. Это был триумф самых выдающих достижений науки и техники. Сегодня наши депутаты, открывая заседание в Думе, заявили о том, что ни во времена Ивана Грозного, ни во времена Петра Великого, ни Александра Третьего, наша страна хотя была и сильной, мощной, уже уважаемой, но тем не менее она за тысячу лет никогда не была самой первой в области науки и техники. Полет Гагарина продемонстрировал, что у нас лучшая техника, лучшая математика, лучшая наука, суперклассные инженеры и специалисты, которые сделали уникальную Королевскую Семерку, и она после полета Гагарина тут же стала на боевое дежурство. Полет Гагарина не только открыл новую космическую эру, но и он сломал американское возможное происходство в области ядерных вооружений. Он полностью доказал, что базы, которыми американцы окружали СССР, что их радары, которые прочесывали наше небо, их радары и ракеты нам уже не страшны. Американцам нет сидеться за двумя океанами, где они дважды спасались от мировых войн. Сегодня ракетно-космическая техника и полет Гагарина, который продолжался около сотни минут, доказали, что фактически все объекты, которые будут угрожать нашей стране, уязвимы. Это открыло принципиально иную эру, связанную с нашей национальной безопасностью. Мы три в прошлом веке сделали гигантских достижения. За Великий Октябрь, открывший новый свет человечеству, за Великую Победу и Великий Прорыв в космосе, нам поставят самый величный памятник на любом суде истории. Я хочу вам продемонстрировать газету «Правда». Обратите внимание, 13 апреля 1961 года, космический прорыв, знамя Октября Ленина, Гагарин с его удивительной улыбкой. Если вы откроете и почитаете все поздравления и приветствия, вы просто ахнете. Джону Кеннеди трудно было заявить, но он первый вышел в Америке, президент США, и сказал «Да, я поздравляю СССР, они обогнали нас. Мы с горечью сообщаем, что советская техника, наука оказались гораздо сильнее». И американцы тогда прислали к нам комиссию, которая работала довольно проложительное время и подготовила доклад где тысячи страниц. Сердцевиной этого доклада была глава «Что знает Иван и чего не знает Джонни». Они сделали вывод, что мы обогнали их прежде всего в советской школе. Советский учитель помог победить в нашей стране, подготовив перед войной блестящего командира солдата, храброго и патриотичного. Советский ученый и учитель позволили создать лучшие в мире научные кадры. Здесь, на этой площади, рядом с Гагариным, покоятся 32 маршала и генерала, которые обеспечили победу над фашизмом. Здесь рядом покоятся три гения, великих русских гения, Королев, Курчатов и Келдыш, которые открыли космическую эру и обеспечили нам ракетно-ядерный паритет. Вот ракетно-ядерный паритет – это еще одно гигантское достижение, которое обуздало агрессивные круги натовцев и не позволило развязать им большую войну. Поэтому мы сегодня пришли поклониться здесь, у Мавзолея Ленина, в это святое место на Красной площади, в которой эта площадь встречала бессмертный великий полет Гагарина. Но я хочу, чтобы вы эту газету, можно сегодня, она вышла большим тиражом, почитать в каждой семье. Прочитали глазами Гагарина, что он впервые увидел. Первый человек на планете увидел Землю из космоса, он увидел совсем другой. Она меняла цвет каждые 3-5 минут. Он с восторгом смотрел на гигантские просторы нашей Родины и восхищался тому, что многие поколения русских, советских людей, многонациональный наш народ сумел освоить материк от Балтики до Тихого океана. На самолете ее надо облетать 10 часов. Он пролетел это пространство за несколько часов и был в восторге от того, что добился наш народ в веках и тысячелетиях, отстаивая свою правду, свою веру, свою культуру, свои традиции. Простой русский парнишка родился на Смоленской земле. Окончил прекрасную школу, учился в ремесленном училище, в техникуме, в военном училище. Стал офицером военно-воздушных сил. На груди у него было два значка. Окончил офицерскую школу и второй 50 прыжков с парашюта. Так тщательно он готовился к своему бессмертному полету. Я помогал выпускать трехтомник Королева. Он вообще поражался спокойствию и мужеству Гагарина. Он даже в предстартовую ночь спал спокойно, пульс был в норме. И его улыбка лучезарная и подвиг озарили всю планету. Сегодня утром был по одному из каналов репортаж. Плохо выбритый человек вспоминал, что где-то не поладилось, что-то не пошло, куда-то не поехали, не так полетели. Мы эту байку слушаем 20 с лишним лет. Не то строили, не те руководили, не туда летали, не так открывали. А ведь были-то мы первые. Первым всегда трудно. Были первые в 17-м году. Были первые, которые грудью прикрыли фашизм. Были первые, которые в Брюсселе в 58-м году показали всему миру первый спутник, первую атомную станцию. Первую в ту пору была признана лучшей машиной «Волга», которая получила гран-при. Первый российский, советский самоходный комбайн. Мы были первые и на Цельне, и в космосе. И открывали не раз новые планеты. Так было с Луной, с Венерой. У нас была первая женщина, Валентина Терешкова, космонавт. Первая женщина в мире, которая вышла в космос. Савицкая, Светлана, которую мы открыли два дня назад на аллее космонавтов. Удивительный бюст. По нашей инициативе открыты были четыре бюста дворных героев. Савицкая, Александрову, Лебедеву и Соловьеву. Они вчетвером несли гигантский вклад в развитие космоса, в золотое десятилетие нашего космоса в 80-е годы. Первый был Буран, который, облетев всю планету, без пилота были посажены с точностью до сантиметров на Байконуре. Этим могут гордиться наши дети, внуки. Но это обязано нас вдохновлять в будущее. Сейчас борются две тенденции. Та, которая унижает страну. Те, кто топил станцию Мир, кто перечеркал наши программы, кто выбрасывал из учебников русский язык и математику. Это пятая колонна, которая сегодня издевается над здравым смыслом и нашей державой. Те, кто навязывают в школах ЕГЭ, те, кто не понимает, что лишь системные знания от детского сада до школы могут позволить стране уверенно смотреть. И те, кто сегодня строит космодром Восточный, кто открывает новые космические полеты для Ангары, кто строит планы и создает новые научные школы. Эта борьба продолжается. Я ее недавно видел в Ленинграде, в Питере, в воскресенье. Мы в Петропавловской крепости, в этом удивительном месте, где храм, в котором похоронены Петр Великий, Екатерина II, Александр III, которые внесли в развитие страны очень многое, где наша молодежь демонстрировала свои лучшие достижения в области ракетостроения. Почти сто школ демонстрировали свои ракеты, показывали лучшие достижения. Мы там вручали награды и радовались, что есть педагоги, которые продолжают традиции Гагарина. Есть уникальные умы, которые продолжают творческий подвиг Королева. Есть блестящие математики, которые вслед за Келдышем открывают новые миры и рассчитывают новые траектории. Наша страна имеет уникальную историю. Я не перестаю говорить и вам утверждать. Не слушайте этих мерзавцев и болтунов, которые плюют в великую советскую эпоху, а сами едят и пьют из того колодца, который строил и создавал эту эпоху. Не слушайте параноиков из Думы, которые орут, что Ленин делал не так, под нынешней рефией Российской Федерации. Нет никаких других подписей о создании, кроме подписи Владимира Ульянова. Не слушайте тех, кто унижает сталинскую эпоху, ее модернизацию. Под созданием ООН и Совета Безопасности нет другой подписи, кроме Иосифа Сталина. Поэтому они закладывали основы нашей мощи и будущего. И нормальная страна, уважаемая власть, обязана отмечать все эти великие праздники. У нас с вами есть три общенациональных праздника. Это 7 ноября, которая открыла новую эру человечества. Кто бы ни говорил, что ни говорил, этот день будет восстановлен как главный праздник и выходной день. Это 9 мая, когда бессмертный полк, подняв все свои портреты, прошел от Владивостока, хотя рычала и урчала эта иностранная пятая колонна и плевала в нашу победу. И космический полет Гагарина. К этому празднику с удовольствием присоединиться. И 1 мая день солидарности. И 23 февраля день создания нашей армии. И 8 марта самый красивый праздник в году. Все вместе они и выстраивают ту гордость, ту славу, которой может гордиться любой человек в нашей державе. С праздником вас! С днем полета, первого полета в мире Юрия Алексеевича Гагарина. Ура!